Сегодня утром российская армия обстреляла Славянск в Донецкой области. Есть жертвы. Подробности мы сейчас узнаем у нашего гостя. Это Вадим Лях, городской голова Славянска. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что на этот час известно о погибших и раненых из-за этого российского удара по Славянску? И чем оккупанта ударили по городу? В 10.30 утра состоялся обстрел города Славянска. Две ракеты С-300 упали в центральную часть города. На сегодняшний день ситуация меняется буквально через каждые 10-15 минут. 29 раненых, двое, к сожалению, погибших. Среди раненых ребенок повреждено 5 частных строений, а также 7 квартирных домов. Мы понимаем, что они просто били, как обычно у них это бывает, по мирным людям, ракетами С-300, которые не отличаются особой точностью, правильно? Так, да. Обстановка в Бахмуте и Авдеевке накаляется с каждым днем. Эти города-крепости, по сути, сдерживают российские войска на пути к Славянску и Краматорску. Какие сегодня настроения в прифронтовых городах? Как влияют на жизнь события на фронте? Ведь он совсем рядом. Люди, конечно же, понимают, что приближение линии фронта к городу несет за собой опасность для местного населения. Это было уже летом, когда линия фронта придвинулась, когда начались и дневные обстрелы, как сегодня. Они наиболее опасны, потому что летят осколки, летят фрагменты зданий, люди находятся на улице, оживленные улицы, движения. Поэтому, конечно же, местные населения реагируют на такие вещи отрицательно. Поэтому будем сейчас смотреть, как будут развиваться события и призывать людей к эвакуации. Потому что, в принципе, она и идет, не прекращается, но количество людей, выезжающих, небольшое. Вот если линия фронта все-таки будет приближаться к Славянску, готов ли город к обороне? Ну, город готов. Однако, когда мы говорим об обороне города, должны понимать, что она на расстоянии 25-30 километров должна проходить, что и будет сделано. Дай Бог, чтобы это не понадобилось все, но, тем не менее, готовы ко всем вызовам. У нас вот буквально пару минут назад было включение из Авдеевки, и сюжет был из Авдеевки. Вот там, ну, каким-то чудом, да, работает единственный такой магазин, который стал таким островком жизни, да, вот в том аду. Плюс волонтеры прорываются постоянно, что-то привозят. Хотели узнать, какая вот гуманитарная обстановка сейчас в Славянске? Ну, вы знаете, гуманитарная обстановка, все нормально, потому что, в принципе, после того, как освободили Харковщину, Лиман и Святогорск, то, в принципе, в городе наладилась жизнь, все коммунальные услуги, то есть банки, банкоматы, магазины, центры выдачи гуманитарной помощи, как от висковой администрации, так и от различных фондов, они работают, и в необходимом количестве все в городе на сегодняшний день есть. Вот, несмотря на постоянные призывы, да, и возможность выехать в более безопасные регионы Украины, часть семей в Славянске, в которой устроены дети-сироты и лишенные родительской опеки, все еще остаются в городе. Ну, вообще, эвакуация очень чувствительная тема, особенно вот в горячих точках фронта. Как вы считаете, как вот решить вопрос вывоза детей? Ну, если говорить о людях, о людях, которые, семьях, которые взяли на попечение детей, там четко согласились законодательства о том, что они должны покинуть зону боевых действий, и работа с такими семьями ведется. Если неделю назад еще у нас таких детей было 44, сегодня 27, и каждый день фактически они выезжают. Предоставляется возможность выехать в Киевскую область, там коттеджный городок, довольно комфортабельные условия. И поэтому комиссия работает каждый день, убеждая этих людей, как можно быстрее покинуть город. И, в принципе, большинство из них прислушивалось. Я думаю, что оставшиеся дети тоже в ближайшее время уедут. Если говорить о рабочей ситуации, то в городе сейчас порядка 50 тысяч населения, и среди них 5,5 тысяч – это дети. Поэтому понятно, что необходимо сейчас усилить работу после сегодняшнего обстрела, потому что больше полугода у нас не менялась статистика по раненым и погибшим. Это первый раз такой массовый обстрел, и, к сожалению, не в лучшую сторону изменилась статистика. Если всего у нас было 29 погибших и 90 раненых, то сегодня за один день двое погибших и 29 раненых. Если в них 5 тяжело раненых, то есть очень хотелось бы, чтобы не изменилось количество погибших. Но ждем каждый раз информацию тревожную. Люди уезжают, тем не менее, но есть такие люди, которые, наверное, и возвращаются назад в город. Есть ли такие люди, действительно, сколько их, и проводится ли с ними какая-то работа? Ну, по возврату сейчас я не вижу большого возвращения людей, потому что большинство в город вернулось в конце осени, с началом отопительного сезона. Вот минимальное количество людей, которые жили в нашей громаде – это 20 тысяч. И вот как раз осень-зима вернулась 30 тысяч и достигла 50 тысяч. Ну, вы знаете, опыт имеет не только военная администрация, опыт имеют уже и люди. И уверен, что как только будет осложнение, ну, оно уже, можно сказать, с сегодняшнего дня, и можно сказать, что оно уже наступило, то люди начнут выезжать более массово. Часть из них будет выезжать на собственном автотранспорте, как это уже и было. Часть будет использовать возможности волонтеров, а также поезд у нас постоянно ходит с Покровска, Вальвовск, Лово, Черкасса, то есть с размещением. Все то же самое, что было и раньше, работает. Также набираются группы выезда и за границу, но тут нужно иметь паспорт, и определенные условия там тоже есть. Ну, вот вы сказали, что перед зимой много людей вернулось в город. А насколько вообще тяжелой была эта зима для города, и как вот эту зиму, ну, пережила громада? Как бы она тяжелой не была, все-таки мы ее прошли. Уже 1 апреля заканчивается отопительный сезон, и можно сказать, что здесь хорошо все было слаженно сделано, потому что работали пункты обогрева, кормили людей бесплатной едой, то есть реагировали быстро все коммунальщики по всей динейственной области, если были отключения, связанные с обстрелами. И, в принципе, удалось избежать многих таких, назовем, катастроф в плане ЖКХ. Поэтому инфраструктура выдержала, и сегодня этот вызов уже, надеюсь, позади. Я имею в виду отопительный сезон, уже осталась неделя. Владимир, еще один вопрос к вам есть. Вот накануне от российских ударов пострадал Краматорский, враг попал в центры промзону. Я знаю, что вы на связи со своим коллегой Александром Гончаренко, главой местной администрации. Есть ли у вас информация, как справляется город? Вы знаете, все города Донецкой области, которые сейчас под обстрелами, у них уже есть наработанный опыт, есть запас материалов необходимых для того, чтобы быстро реагировать на такие вызовы. То есть, фактически, как только ДСНС и полиция дает возможность коммунальщикам приступить к работам по расчищению завалов и оказанию помощи нынешнему населению, это сразу уже происходит, потому что они приезжают одними из первых вместе с ДСНС и с полицией. Но не подходит здание, пока не будет дано такое разрешение. Это происходит как в Краматонске, так и в Славянске по всем городам. То есть, это уже механизм отработан. Соответственно, тут же и скорая помощь, медики работают, оказывают помощь. И здесь, если будет такая необходимость, но ее пока не было, они справляются, и мы пока своими силами справляемся, я имею в виду, именно коммунальные службы. Но, уверен, тут уже были такие случаи, когда и нам оказывалась помощь, и мы оказываем помощь соседним городам, если такая помощь требовалась. Вадим, спасибо большое вам за то, что нашли время выйти с нами на связь. Спасибо за оперативную информацию. Напомню, Вадим Лях, городской голова Славянска был с нами на связи. Спасибо. Спасибо.